И не призывала ли ее к развоплощению, к возрастанию чистой от всего материального, свободной сущности бытия? И в мире Олин видел только вечное возвращение, вечный круговорот, спасение от которого искал в неподвижном мире идей. Часто говорят о греческом чмиде, о радостной гармонии между телесным и духовным, о светлом принятии мира и его красоты, навеки воплощенных в прозрачной чистоте греческого искусства. Но не в том ли тайна этой гармонии, что в искусстве грех стремится найти и выразить именно идеальную форму мира, скрытую за его текущим переменчивым обликом? Не его настоящую реальную жизнь, полную часто трагических противоречий. Чувство истории, то есть необратимости, неповторимости времени и в этом времени единичность и неповторимость каждого события, каждой личности, глубочайшим образом чужды эллинской психологии. Они впервые привиты были человеческому сознанию в священном историзмом Библии. А только в этом свете можно понять веру христиан в единственное, ни с чем не соизмеримое значение одного события, одной личности, одного момента в истории. Это все тот же библейский реализм, укорененный с первичной интуицией Бога, как живой и творческой личности. Но тогда все в мире относится к этой личности, живет и определяется. Весь мир пронизан личной жизнью и потому раскрывается как история. Он находит свое средоточие в человеке свободной личности, стоящей перед личным Богом и перед Ним избирающей и решающей свою судьбу. Человек, его душа и тело, его любовь, грехи, стремления приобретают бесконечное значение. В нем мир отвечает Богу, борется с Богом, жаждет Бога и, наконец, соединяется с Ним в свободе, любви и истине. Но как совместить с этим реализмом и идеализм греческого сознания, в котором не история и не личная жизнь, а природа составляет центр всех устремлений, где последняя мудрость состоит в слиянии и растворении всего личного с идеальной закономерностью бытия? Конфликт между христианством и эллинизмом никак нельзя толковать как временное недоразумение. В нем столкнулись два несводимых один к другому мироощущения, две полярные противоположные религиозные и психологические установки сознания. И принятие эллинизмом христианства было невозможным без подлинного обращения, то есть глубокого перерождения сознания и мысли. Поэтому история раннего христианства есть история не сближения и непримирения Афин с Иерусалимом, а их борьбы, через которые и совершилось медленное воцерковление эллинизма, навсегда оплодотворившее христианскую мысль. Но чтобы такое воцерковление стало возможным, церкви необходимо было в первую очередь отгородиться от всех попыток слишком легко примирить христианство с духом времени, безболезненно перетолковать его на эллинистический лад. Если бы церковь осталась заключенной в одни еврейские формы, она не победила бы мира. Но если бы она попросту приспособила эти формы к формам эллинистического сознания, это была бы победа не христианства над миром, а наоборот, мира над христианством. Начало такого уже идеологического конфликта с окружающим миром мы и видим во втором веке. Причем первый шаг, с которым пришлось столкнуться церкви, как раз и вдохновлялся идея компромисса, истолкования, примирения. Враг этот – гнозис. Гнозисом или гностицизм называют обычно ту смесь греческой философии с восточным мистицизмом. Тот странный религиозно-философский сплав, что возник как результат сближения греко-римского мира с Востоком и полным цветом расцвел как раз в эпоху первого распространения христианства. Типичное порождение переходного религиозно-взбудоражного времени, гностические течения и общество отражали в себе и подлинные духовные запросы, и поверхностные увлечения восточной мудростью, и болезненный интерес ко всему таинственному, к символам, обрядам, мистериям. Успех их можно сравнить с успехом в нашей дни теософии и подобных ей научно-мистических религий. Как и в теософии, в гнозисе сочетался научный подход к религиозным вопросам с мистическими фантазиями и всевозможными секретами. Усталому, разуверившемуся в своей бытовой привычной религии, одновременно и скептически настроенному и тоскующему поверить человеку, предлагался и обещался гнозис – посвящение в последние тайны бытия, возведение на высшие степени знания. Гнозис по-гречески значит «знание». А в обрядах, церемониях, посвящениях утолялось вечное стремление человека к сакральному, та религиозная чувственность, которая так часто подменяет подлинную религиозность. Ученые спорят о происхождении и развитии различных гностических учений. Их было много, и между собой они часто вступали в причудливые сочетания. В то время, как и наше, было одержимо поисками синтетической религии, в которой слились бы и растворились все учения, все философии, все религии. Но как раз это стремление соединить и истолковать по-своему все религии и делало гнозис опасным для церкви. Он не только не относился враждебно к христианству, но, напротив, сам стремился заключить его в свои сети. Возникнув до христианства, и независимо от него, гнозис в своем развитии не мог не натолкнуться на церковь и на ею не заинтересоваться. Христианство тоже шло с востока, родины всей таинственной мудрости. Оно было связано с иудаизмом, на которой в эллинистическом мире была своеобразная мода. Оно тоже имело свои мистерии, свои скрытые от взоров толпы и жизни. Но главное, оно отвечало на те же мучительные вопросы о происхождении зла, о смысле страданий, о смысле жизни, которыми питался и гнозис. Поэтому почти с первых же шагов церкви мы видим рядом с нею, а иногда внутри ее, зарождение уже христианского гнозиса, то есть попыток истолковать, в кавычках, Евангелие, обойти то, что в нем кажется неприемлемым, непонятным и непривычным. Прежде всего, конечно, саму действительность воплощения Бога, человечность Христа. Тревога чувствуется уже в апостольской письменности. Смотрите, пишет апостол Павел Колоссянам, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. 2.8. Апостол Ян Богослов призывает христиан испытывать духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Опасность усиливается, когда в церкви начинают преобладать уже не евреи, а бывшие язычники. Многих из них приводят к ней те самые интересы и настроения, которые объясняются которыми и успех гностицизма. И далеко не все в них, не все могут сразу пластичь в коренное отличие христианства от восточно-эллинистической и мистериальных религий, воспринять всю новизну Евангелия. В церкви эти метущиеся души видят, хотят видеть увенчание своего собственного религиозного опыта, ответ на свои вопросы. Эти язычники, пишет профессор Болотов, думали, что они нисколько не обязаны с вступлением в христианство оставлять свои прежние теории, напротив, думали правильно истолковать, и понять при помощи их христианства в высоком, совершенном смысле. В начале II века святой Игнатий Антиохийский обличает тех, кто ссылается на свое особое знание, гнозис, и напоминает, что подлинное знание Бога возможно только через Иисуса Христа. Но настоящего рассвета этот христианский гнозис достигает в середине столетия в учениях Василида, Валентина, Сатурнина, Мартиона и других. Уже само это количество имен указывает на размеры движения. В писаниях же гнозических учителей, дошедших до нас, правда в обрывках, можно почувствовать подлинный размах мысли и глубину замысла, так что увлечение ими уже нельзя приписывать одному извращенному воображению или интересу к экзотическим тайнам. Сила гнозиса и вместе с тем его ложь, заставившая церковь напрячь против него все свои силы, была в том, что отводя Христу первое и центральное место, признавая его логосом, спасителем, искупителем, гностические мыслители одновременно разлагали самую сущность христианства, как вера в воплощение Бога, в пришествии его в мир. В их толковании христианство превращалось в своеобразную мифологическую философию. В ней спасает уже не слово, ставшее плотью, не победа смерти над смертью, не воскресение тела, а знание, хотя и одетая в мистериальные одежды. Вместо драмы, греха, прощения, спасения, драмы личной между Богом и человеком, здесь предлагалась некая космологическая схема, в которой духовные элементы мира освобождаются постепенно от плена материи. Дурная множественность уступает место абстрактному единству. Это был возврат в новом восточном обличении к старому греческому идеализму, вступление соглядатаев с намерением перестроить по-своему и захватить в свои руки христианский лагерь, болото. Проникновение гнозиса в христианскую среду и борьба с ним в истории церкви сыграло, несомненно, огромную роль. Некоторые историки доходили до того, что из борьбы этой выводили целую метаморфозу церкви, превращение ее в стройную монолитную организацию, забронированную авторитетом иерархии и официальной доктрины. Бердяев, со своей стороны, в осуждении гнозиса видел даже величайшее несчастье. В нем чудилось ему удушение свободной мысли и возникновение самого принципа ортодоксии, как торжества большинства над меньшинством. Сейчас, при лучшем знании гностических памятников, такие осуждения вряд ли еще возможны. Но гнозис действительно ускорил во многом определил осознание церкви в своей собственной жизни, веры, опыта, заставил ее точнее определить внутренние органические законы этой жизни во внешних формах и формулах, выявить то, что, конечно, составляло сущность ее с самого начала. Борьба с гнозисом привела, говорят, к закреплению в окончательный канон или список книг Нового Завета, установлению принципа церковного предания и апостольских предметов иерархии, иными словами, к определению тех основных начал, на которых действительно зиждется и которыми до ныне проверяется церковная жизнь. На что бы правильно понять смысл всех этих фактов, нужно поставить вопрос иначе, глубже вникнуть в суть самого конфликта. Гнозис выдавал себя за развитие или истолкование церковного учения, веры в Христа, как Спасителя и Бога. И надо сразу же подчеркнуть, что, борясь с гнозисом, церковь ни разу не осудила его и не запретила самой возможности такого истолкования и объяснения. Но в гнозисе она увидела подмену того образа Христа, который жила сама, другим, чуждым и искаженным образом. Между тем гностики ссылались на тайные предания, на древнюю письменность, апеллировали к традициям. Они создали целую апокрифическую литературу о Христе, в которой предание церкви смешивалось с вымыслом. До нас дошли отрывки таких гностических Евангелий, подписанных именами Петра, Иакова, Павла, Иоанна и других. Образ Христа, пишет профессор Литтман, приобретает в них характер не только странный и сверхчеловеческий, но и призрачный. Он присутствует невидимо, иногда в теле, иногда бестелесно, является то в образе ребенка, то взрослого, то старца. Читая эти апокрифы, можно понять, как проникали гностические идеи в христианскую среду и почему могла иметь успех у многих христиан. В них было обличие чудесного, таинственный язык сверхчеловеческого пророчества. Они отвечали на любопытство, которое вместо традиционного учения церкви, вместо истории и богословия, жаждало секретного знания. Гнозис являлся в этом смысле неистощимым источником и предлагал в тысячах неистощимых раскрашенных картинках то, чего хотело сердце. Таким образом, это было прежде всего спор о Христе, о его историческом образе, о его проповеди и смысле его явлений чудес. И перед церковью вставала необходимость точно определить, на каком основании гностический Христос ложен, что позволяет ей отличать истинное предание о нем от ложного. Историческое значение Гнозиса в том, что если до его появления то знание Христа, то восприятие его образа и учения, которым церковь жила, было для нее, так сказать, самоочевидным и ни в чем не вызывало никаких сомнений, ни в ком. То Гнозис заставил ее впервые точно определить источники этого знания, вызвал в ней рефлексии на саму себя и на свою жизнь. Мы уже раньше показывали, что с первого дня принятие христианства мыслилось, как принятие свидетельства о Христе апостолов, свидетелей его заповедей. От них и только от них восприняла церковь живой исторический образ Спасителя, его жизни, чудес, страданий и воскресения. Но это не простой человеческий рассказ, не просто историческое свидетельство. По учению церкви в даре Пятидесятницы через сошествие Святого Духа оно становится Словом Божиим. Свою миссию апостол воспринимает именно как служение или исповедь Слова. Больше того, сама церковь есть не что иное, как принятие этого Слова. Так что она и ее рост в деяниях апостольских и в посланиях Павла определяется как рост Слова. И Слово Божие росло и распространялось изъяния 12.24. С такой силой возрастало и помогало Слово Господне 19.20. Но чтобы понять все значение этих фраз, а также место апостольского свидетельства в сознании ранней церкви, нужно помнить, что для нее, как и для всего ветхозаветнего еврейского сознания, Слово Божие означает не только выражение на человеческом языке абсолютной истины, не только откровение одному уму, но прежде всего явление самого Бога, проявление его божественной жизни и силы. В Ветхом Завете Бог Словом творит мир, Словом содержит его жизнь, Словом начинает его спасение. Бог не только говорит свое Слово, но Он им действует, или вернее само Слово Божие есть жизнь, действие, творчество. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В прологе Евангелия Иоанна хотели видеть введение в конкретную иудея-христианскую проповедь отвлеченного философского понятия, попытку эллинизации христианского благовестия. Между тем, Он всецело укоренен именно в библейском восприятии Слова как божественной жизни, божественного действия. И Слово стало плотью. Это значит, что во Христе Бог не только открыл людям новое учение, сообщил новую и абсолютную истину, но что сама божественная жизнь вошла в мир и стала жизнью человека. Но тогда проповедь апостолами Слова Божия означает нечто неизмеримо большее, чем достоверное рассказ или свидетельство очевидца о фактах жизни Христа и об Его учении. Она не только сообщает о Христе, но передает самого Христа само Слово, ставшее плотью, вводит в Его жизнь и соединяется с нею. Только из такого понимания Слова Божьего раскрывается и смысл органической связи апостольской проповеди с крещением. Проповедь Слова ведет к тому, чтобы человек соединился со Словом, принял его в себя, сделал его своей жизнью. Это и совершается в крещении, то есть в действии, подобном рождению, но в подобии, дающем то, чему оно уподобляет. И Слово стало быть, Слово стало плотью. В ранней церкви слова эти звучат во всем своем смысле. Сама церковь становится плотью слова, пресечением к божественной жизни, явленной в нем. И потому проповедь апостолов не рассказ, а передача самого слова. Жизнь церкви не только исполнение учения, а приобщение к слову, рост его в них. Таким образом, если во всех памятниках ранней церкви очевидно все всецелая зависимость церкви от слова Божьего, то она не означает зависимость ее от одной записи слова, то есть новозаветнего текста. Образ и учение Христа, возвещенное апостолами, не раз навсегда усвоена истина, а живая и действительная реальность, неиссякающая источник благодати, учения, духовного роста, слово живое и действенное. Евреям 4.12 Оно определяет, как мы уже видели, само устройство общин, его непрестанно возвещает проповедь епископа, ему приобщаются христиане в таинствах, им вдохновляется в молитве. Наконец, Оно соединяет христиан и является источником того согласия и единодушия, которое связывает всех между собой. Во всех памятниках мы находим ссылки на слова и учения Христа, очевидно известны всем с самого начала. И также с самого начала от новообращенного перед крещением церковь требует исповедания веры в так называемом крещальном символе, кратком перечислении основных истин о Христе, что показывает вполне ясное знание о нем, требуемое от всех христиан. Поэтому когда в разных местах в начале возникает записи апостольской проповеди церковным сознанием они были сразу восприняты как записи именно изначального знакомого всеми принятого свидетельства и учения. А так как это свидетельство Слово Божие, то и запись его получала то же значение, какое имело предание о Христе в других его формах проповеди, литургической молитве, крещальном оглашении, то есть подготовке вновь обращенных к крещению. Имея Священное Писание Ветхого Завета, христиане естественно прибавили эти записи к нему, как его завершение, истолкование и исполнение. Здесь невозможно даже кратко изложить историю этой записи, вызвавшую такие бесконечные споры среди ученых. Одно очевидно, каковы бы ни были источники наших четырех Евангелий и их взаимоотношения, какие бы хитроумные гипотезы не создавали ученые, стараясь восстановить их генезис, а они были приняты Церковью, то есть получили общее признание именно потому, что по своему содержанию они совпали с образом Христа и содержанием Его учения, какими с первого дня знала их Церковь. Мы ничего не знаем ни о спорах, ни о сомнениях, принятие или узнавание их совершилось, можно сказать, само собою. Церковь не санкционировала Писание Нового Завета, а приняла в нем то самое Слово Божие, которое имело изначало как источник своего существования. К концу первого века, когда завершается апостольский период истории Церкви, она, несомненно, имеет уже четыре Евангелия Матхея, Марка, Луки и Анна. Хотя, может быть, они не собраны еще в один сборник, но каждая из них принята в той группе церквей, для которой оно было написано. Очень скоро совершается соединение их четверо Евангелия. В середине второго века апологет христианства составляет первую гармонию и свод Евангелии. Мы знаем, что между четырьмя Евангелиями есть и различия, и даже очевидные расхождения по второстепенным вопросам в хронологии, в последовательности событий. Современная наука эта различия раздула почти в неразрешимые проблемы, и от их разрешения поставила зависимость принятия того или иного текста. Но различия эти были известны и древним христианам, и их немало не смущало. В Евангелии они, в отличие от людей нашего времени, искали и находили не историческую точность, а правду о Христе, правду историческую и духовную. А никто еще не оспаривал глубочайшего единства образа Христа во всех Евангелиях, внутреннее согласие их в свидетельстве о нем. Таким образом, появление в церкви Нового Завета, как книги, как писания, не было ни в коей мере каким-то новым фактом, результатом борьбы или сомнений. Это запись того основоположного предания, передачи, через которое Слово Божие непрестанно живет в церкви. Но именно потому, что это предание изначально церковь на первых порах не нуждается в определенном каноне, точно фиксированном списке записей или писаний. Каноном является сама вера церкви, как она сохраняется в учении епископов, литургической практике и в крещальном оглашении. Слово Божие не внешний авторитет, не текст, а сама реальность веры в жизни церкви. Сами тексты потому и принимаются как писания, что они согласны со Словом Божиим, что в них узнает церковь свою веру, свою проповедь, свое учение, то, чем живет она от апостолов. Но такое отсутствие точного канона писания как раз и давало возможность гностическим учителям свое учение приписывать апостолам, представлять их в форме Евангелия и посланий. Они знали, что только то может получить признание церкви, что освящено авторитетом апостольского свидетельства. А так как их писания были интересны, действовали на воображение, отвечали вкусом времени для многих неуверенных или только что обращенных они могли стать соблазном. Здесь следует особо отметить Маркиона и его учения. Урожение Синопа на Черном море, сын епископа. Маркион появляется в Риме в году царствования Антонина Пия и занимает видное место в римской церкви. Но очень скоро он порывает церковь и основывает свое собственное общество, которое быстро растет, приобретает членов во всем человечестве по словам Юстина философа. Маркион соблазняется ветхим заветом и принятием его церкви. Для него ветхозаветний бог есть злой бог, от власти которого пришел нас спасти Христос. Он исходит из обычного в гнозисе дуализма, то есть противоположения, противоположения материи духу. И в ветхом завете он видит торжество материи, тела и потому закона. Единственный выразитель чистого учения Христа для Маркиона Павел, поэтому он отвергает все заветные писания, кроме посланий Павла и Евангелия Луки, ученика Павла. Но так как и здесь встречаются ссылки на ветхий завет, то Маркион смело очищает Луку и Павла от ставок и искажений и к полученному таким образом чистому писанию прибавляет собственное произведение антитезы как ключ к правильному его истолкованию. Во многом Маркион предвосхищает метод многих и подход их из современных толкователей Нового Завета. Создав свое собственное понимание христианства, он им затем мерит и судит Писание, провозглашая неподлинным все, что не подходит под его взгляды. Его учения сразу же получают широкое распространение. Многочисленные группы Маркионитов возникают в Риме, Египте, Малой Азии, Сирии, так что еще в IV веке христианским полемистам приходится писать против них. На примере Маркиона очень ясно вырисовывается главный вопрос, который ставится перед сознанием церкви в середине II века. Этот вопрос критерия. Каждое новое учение выдает себя за истинные истолкования Евангелия. Каждое ссылается на апостолов и их писания. Каждое, отделяясь от церкви, само создает церковь и провозглашает себя подлинной церковью. церковь. позволяет церковь судить эти учения? В чем гарантия ее истинности? На что может каждый верующий опереться для развлечения истины от лжи? на эти вопросы и отвечает первое поколение христианских богословов, из которых особенно следует выделить святых Иринея Леонского, главного борца против гнозиса. Он первый определяет норму церкви, то есть из самого опыта ее жизни выводит те принципы, которыми в свою очередь эта жизнь регулируется. Иринея родился около 140-го года в Малой Азии и в детстве знал епископ Поликарпа Смирцкого и других пресвитеров, которые в свою очередь видели в молодом Иоанне Богослова и Апостолов в молодости. Он провел затем несколько лет в Риме, где возможно учился в первой известной нам христианской школе святого Иустина философа. 177-го года мы видим его в Галлии сначала священника, а потом и епископом Леонской Церкви. 20 лет своего епископского служения он отдает не только своей пастве, но и всей Церкви. Защищает ее от гностиков, от разделений, от слабостей. Он первый из больших отцов Церкви, так назовут христиане-выразители вселенского предания, свидетелей кафолического опыта. Составленное им определение ложного гнозиса лучше всего показывает, какова была реакция Церкви на этот соблазн и вместе с тем подводит итоги второму веку. Ириней завершает первохристианство. Вся аргументация Ириней против гностиков может быть выражена термином апостольское преемство. только понятие это у него неизмеримо шире, чем в современном богословии, где оно сузилось постепенно до преемства одной иерархии, то есть непрерывности епископского положения от времени апостолов. Для Ириней же на первом месте стоит то единство веры и жизни, которое передано от начала самим Христом. Апостольское преемство и есть прежде всего единство Церкви и ее жизни во времени и в пространстве. Церковь приняла эту проповедь, эту веру, пишет Ириней, и хотя она растеяна во всем мире, она сохраняет ее, как если бы она жила в одном доме, единодушно верит в нее, как если бы она имела одну душу и одно сердце. И в совершенном согласии она ее исповедует. ей учит и ее передает, как если бы она имела одни уста. Языки на земле различны, но сила предания одна и та же. Самый сильный слове не научит иному учению, ибо никто не больше господина своего, и самый слабый ни в чем не уменьшит предание. Ибо вера, будучи единой и тождественной, не обогащается тем, кто говорит много и не объединяется тем, кто говорит мало. Это предание дано церкви самими апостолами, каждый из которых в отдельности и все вместе обладали полнотой Евангелия. Проповеданное сначала устно Евангелие было затем записано. Сереней называет четыре Евангелия, уподобляет их четырем столбам, на которых держится здание церкви. Евангелие гностиков ложно, потому что они чужды апостольского свидетельства. Только то Евангелие истины, которое передано от апостолов и сохраняется от их времени православными епископами, без прибавок или сокращений. Мы видим здесь и начало новозаветнего канона и принцип его определения. Только четыре Евангелия истины, потому что они заключают в себе подлинное апостольское свидетельство. Но об их истинности мы знаем, потому что их сохраняли и передавали православные епископы. Иными словами, только церковь может различать истинное писание от ложного, потому что в ней всегда живет Святой Дух. Где церковь, там Дух Божий, там вся благодать и Дух есть истина. Те, кто непричастны ему, не получают жизни из материнского лона, не питается от чистого источника, изливающегося из тела Христова. Церковь – это жизнь в Святом Духе, подаваемая в крещение, осуществляемая в питании телом Христовым. Омовением и Святым Духом получают тела и единство, ведущие к неплению. Омовение и Дух необходимы, потому что через них возрастает в нас божественная жизнь. Согласие со всей ранней церковью, Юлиной видит в христианстве не только знание или доктрину, но прежде всего дар новой жизни, без которого ни знания, ни праведность невозможно. Эта новая жизнь, потому что это жизнь самого Христа, подаваемая Святым Духом, соединяет нас, делает единством. Всякий, кто отделяется от него, отпадает от Святого Духа и от пищи бессмертия. Соль земли церковь в этом мире подвержена болезням человечества, но даже тогда, когда от нее в расколах, в гонениях отрывают целые члены, она пребывает неизменно все тем же соляным столбом, как жена лота, в той же бесстрашной вере и укрепляет мужество тех, кого она отдает Отцу. Дух Святой дан Церкви. Вся она, все ее члены вместе составляет одно тело, и вся она есть хранительница предания, то есть истины. Иными словами, апостольское преемство есть преемство самой жизни Церкви. Вся она есть явление и осуществление жизни против просто слова, исполнения веры, дарованных Спасителем своим апостолом. Но так как единство Духа, единство жизни осуществляется в видимом единстве людей, Церковь имеет и видимый признак или форму преемства епископов от апостолов. Мы знаем уже какое место занимает епископ в Церкви. Хранитель веры, совершитель таинства, он живое средоточие всех, носитель церковного единства. Как епископ Церкви, он не свое учение, не свои домыслы возвещает, но веру самой Церкви и ее единство осуществляет в Таинстве. Каждый епископ таким образом не только преемник апостолов, но прежде всего свидетель всей полноты церковного учения, как сохраняется оно от Церкви в Церкви от начала. Указав на преемство епископов в Риме, как на образ такого преемства в каждой Церкви, Ирией заключает, этим преемством предание идущее от апостолов сохраняется в Церкви и исповедь истины доходит до нас. Так доказано, что есть одна и тождественная животворная вера, хранимая Церковью от апостолов и передаваемая в истине. Подведем итоги. Соблазну гнозиса, соблазну разделения и частичного истолкования христианства Ирией противополагает не другое толкование, а сам факт Церкви видимого и ощутимого единства, которое одно, потому что оно есть единство жизни в Духе Святом, хранит и передает своим членам всю истину, всю полноту Евангелия. Канон Писания, преемство епископов, толкование пророчества, все это только внешние формы того основоположного единства, вне которого они ничего не значат. Мы видели, что с самого начала Церковь сознавала себя, как единство народа Божьего. В учении Иринеи Леонского мы находим и ясную формулу этого единства. На попытке подчинения Церкви разным учениям и философиям он отвечает исповеданиям самой Церкви, как носительницы и выразительницы всего учения, как мирила истины и лжи. Мы увидим дальше, как на все проблемы, выдвинутые гностиками, ответит Церковь по существу развитием своего богословия. Начало такого ответа есть и в произведениях Иринеи. Сейчас нам важно отметить главное, чем ответила Церковь на искушение II века, на ее ясное учение о себе самой, на ее кафолическое самосознание. Если во многом уточнение этого самосознания связано с борьбой, то есть в том-то и все значение этой борьбы, что Церковь побеждает и спасается не созданием нового, не метаморфозой, а осознанием и укреплением того, чем она была первого дня. к концу II века первохристианский период истории можно считать законченным. Если христиане в Римской империи все еще составляли гонимое меньшинство, то это меньшинство уже ясно осознало свое универсальное призвание. К этим именно годам относятся слова Тертулиана о христианах, наполнивших весь мир. Сохранились апологии, защитительные речи, с которыми образованные христиане обращаются к императору и к общественному мнению, доказывая ложность обвинений против них, представляя свою веру как высшую истину, доступную всякой честной философской проверке, как истинный ответ на все запросы человеческого сознания. Следует назвать хотя бы святого Иустина профессионального философа, который, обратившись в христианство, продолжал носить философскую мантию и руководить философской школой в Риме. Он первый в своих апологиях и других произведениях сделал попытку объяснить эллинистической интеллигенции правду христианства. За ним по этому пути последовали другие. Апология составляет первую главу в истории церковного богословия, первую попытку систематизировать данные писания, предания и опыта церковной жизни. И сам факт появления их свидетельствует о совершающемся переломе. Сначала мир в лице империи гнал христианство, пытался уничтожить его, но не спорил с ним. Он был равнодушен к его содержанию, презирал его. На это равнодушие церковь ответила «мортирии мучеников». Ей она заставила даже самых равнодушных поглубже задуматься о такой вере, которая за ничто считает смерть, в ничто вменяет все земные блага. Ну а теперь христианство вышло из потемок. Его нельзя не уничтожить, не замолчать, не попросту отрицать. С ним нужно спорить. Как например такого спора по существу можно указать на истинное слово Кельца, первый пример научной критики и опровержения христианства. Кельц писал в начале третьего века, и обрывки его произведения дошли до нас в ответе ему оригена. Он знает то, о чем пишет. Он изучал христианские книги, Ветхий завет, доктрину церкви. Против христианства истории, религии, всем культурным зарядам эллинизма. Но в его аргументах уже чувствуется испуг. Христианство не спровергает эллинизм, подрывает самые основы того мира, который для греко-римской интеллигенции составлял последнюю и высшую ценность. Кельцу остается обвинять христианство в варварстве, в философской несостоятельности, в противоречиях, и главное вне оригинальности, то есть зависимости его самого от древних религий. Другой пример, указывающий на силу христианства, это попытки возродить язычество, введя в него образы спасителей, своим учениям и чудесами, привлекающих к себе сердца и умы. Личности Христа язычество противопоставляет Акулея Мадаврского, Аполлония Тианского, мудрецов, чудотворцев, полубогов. Как бы ни была еще далека окончательная победа христианству, все это показывает, что оно утвердилось, что оно неустранимый факт, от которого нельзя отделаться одним презрительным молчанием. Церковь освободилась теперь от соблазнов иудея-христианства с одной стороны, гностицизма с другой. И в этой победе окончательно отвергнуты попытки растворить ее в окружающем мире. Это монолитная и вселенская организация с точными границами, с точным правилом веры, авторитетом и дисциплиной. В начале третьего века в одной римской церкви насчитывается до ста пресвятеров. Она имеет свои кладбища, богодельны, ведет широкую благотворительную деятельность. В Африке на собор съезжается до трехсот епископов. Вся Малая Азия покрыта христианскими общинами. Церкви предстоит еще длинная борьба. Третий век время последней самой страшной схватки с империей. Но в самой этой борьбе уже чувствуется, что противник слабеет и все очевиднее разгорается заря грядущей победы. Но прежде чем перейти к этой победе, необходимо остановиться немного на тех внутренних трудностях, что составляет как бы теневую сторону этого роста. Их преодоление в общем развитии церкви важнее внешних условий успехов. С увеличением числа христиан меняется понемногу дух или настроение церковного общества. Можно говорить о некотором упадке, о понижении духовного уровня, об ослаблении того огня, которым навсегда озарено для нас детство церкви. Конечно, грехи и падения были в церкви с самого начала. Их обречают апостолы и учители в первые же годы. Но теперь и в этом сказывается перемена. Меняется оценка этих грехов в христианском сознании. Для первых христианства церковь, общество святых и святость норма ее жизни. Получивший белую одежду крещение должен сохранить ее белой в своей жизни. Всякий грех переживается как глубокая ненормальность, как мучительное противоречие. Разве вы не знаете, что тела вашей суть храм, живущего в них духа, и что вы не свои, спрашивает апостол Павел. И все его учения, все призывы основаны на этом напоминании. Вы уже освящены, вы уже спасены, вы уже получили новую жизнь. Живите сообразно с этим даром. Христиане должны быть святыми, потому что они освящены святым духом, соединены с Христом. Греху нет места в церкви, потому что церковь и есть святое общество, то есть новый, освященный, ставший своим Богу человеческий род. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Святость не означает безгрешность, а один Бог безгрешен, но она означает осознание всецелой принадлежности душой и телом Христу, включение в Его жизнь. Он купил нас, приобрел себе дорогую цену, и мы должны исполнять в себе то, что Он дал нам. Грех недостоин святых. Вот сознание раннего христианства, глубоко отличное от нашего, в котором святость мыслится как исключение, как почти ненормальность. Согрешивший должен покаяться, но само покаяние только потому и возможно, что оно есть возвращение к уже полученному, восстановлению нарушенной грехом жизни. Ранняя церковь святостью мерит всю жизнь христианина, в ней одной видит норму церковности. Но приблизительно с середины второго века мы начинаем слышать некий новый мотив. Одновременно с гимнами единства и святости церкви теперь все сильнее звучит и признание грехов христиан, составляющих ее. Особенно сильно мотив этого проступает в пастыре Герма, римском памятнике второго века, написанном уже не епископом или пресвитером, а мирянином, то есть рядовым членом церкви. в аллегорической форме автор решительно ставит вопрос о грехе в церкви. Как возможен он? Если крещение порождает в новую жизнь и освобождает от власти греха, то что же означает наличие его у самих христиан? Я слышал, Господи, некоторых учителей, учивших, что нет иного покаяния, кроме того, которое совершили мы, когда опустились в воду и в ней получили прощение прежних грехов. Он мне ответил, истину слышал ты, и так оно и есть, ибо тот, кто получил прощение грехов, не должен был бы больше грешить, но пребывать в невинности. Но вот опыт жизни показывает, что этого нет, что грех продолжает гнездить в обществе святых. Далеко не все хранят белизну крещальной одежды, и Ерм продолжает от имени Господа. Но я говорю тебе, после всего великого и торжественного призыва, если кто-либо поддавшись искушению дьявола согрешит, он имеет перед собой одно покаяние, если же он пойдет до бесконечности, чтобы снова каяться, пусть не ждет от этого плодов. Спасение его поколеблено. Немного позднее об этом же втором покаянии пишет Тартулиан, африканский учитель конца второго века и начала третьего. Бог позволяет раз, только один раз стучаться в двери второго покаяния. В чем состоит оно? В том, чтобы день и ночь взывать к Богу и Спасителю, повергаться в ноги священников, стоять на коленях перед братьями, умоляя о молитве всех. Стыд? Как будто в церкви можно бояться насмешек и презрения, как будто страдание одного члена не есть страдание всех. Церковь в каждом члене, и церковь это Христос. Что это за второе покаяние? Некоторые историки и здесь усматривали революцию сознания церкви, превращение ее из общества спасенных в общество спасающихся. Но суждение это поверхностно. Как сознание святости церкви не исключало, а напротив предполагало и постоянное покаяние, осознание своей греховности и недостоинства. Так и теперь указание на понижение духовной жизни не меняет идеала церкви, как общество святых. Но в опыте жизни и истории открывается вся сила ветхого, греховного, злого в человеке, даже в новом человеке, возрожденном водою и духом. Человек перестает быть малым стадом. Вдохновение, напряжение первых десятилетий начинает уступать место трезвому сознанию действительности. Так ранее церковь отлучала, отсевала от себя тех, кто сам отпадал от благодати и отказывался от новой жизни, ибо невозможно однажды посвященных, просвященных и вкусивших дара небесного и сделавшихся причастниками духа святого и вкусивших глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Евреям 6.4 Но ведь само это отлучение своей целью имело пользу отлученного, его конечное спасение, чтобы дух спасен был в день Господа. Не судить, а спасать призвана церковь до последнего суда. И вот теперь она вводит второе покаяние, то есть возможность возвращения церковь отпученного от нее, восстановления силы крещения, утерянной в воспадении. С самого начала церковь переживала себя как общество спасенных грешников. В этом противоречивом с виду сочетания слов находим и объяснение ее вариаций в отношении к покаянию. Грешники, которым дано спасение. Но это спасение не магия, оно дано для свободного принятия, для борьбы, для роста. Если в радости первых десятилетий христиане переживают сильнее новизну дара, то с течением времени они не могут не сознавать и размеров той борьбы, на которую он обрекает человека. В церкви нет места греху, но она существует для грешников. Поэтому развитие покаянной дисциплины, видимое понижение требований не падения церкви и не измена ее своему исконному идеалу, а исполнение своего вечного назначения спасать и обновлять человека. И вот многие не выдерживают этого реализма церкви. Все более очевидного врастания ее в самую гущу человеческой истории. Она кажется им изменой. Такого рода настроение не питает монтонизм, движение, которое в 70-е годах 2-го века охватает почти все церкви. Родина новой ереси Фригия издревле страна религиозного фанатизма. Около 150-го года некий монтан, новообращенный христианин с двумя женщинами Прискилла и Максимиллой начинает возвещать пришествие Святого Духа, обещанной Христом в Евангелии. Второй завет сына еще не окончательный. Они учат, что только в последнем Бога откровении в пришествии Святого Духа завершается спасение. И новое пророчество, новое откровение послано Богом через него Монтана и двух пророчеств. От своих последователей Монтан требует абсолютного нравственного ригоризма, отказа от брака, вольного мутиничества, ибо конец мира скоро должен наступить. По существу это вспышка темного эсхатологизма, последнее и крайнее выражение того ожидания скорого конца мира, которое было свойственно первым христианским поколениям. Но теперь это уже и протест против исторической церкви, и это сразу поняли малоазийские епископы, осудившие его на целом ряде соборов. Между тем характерно, что осужденный на месте своего возникновения монтонизм был почти восторженно принят на западе, в Риме, Галле и Африке и потребовалось много времени, чтобы вскрыть его сектантскую сущность. Даже Ириней Леонский долго защищал его от осуждения. Самым же знаменитым переходом в религии нового пророчества с основанием считается обращение Тартулиана. Горячий африканец, он навсегда остался почти эпонимум первого христианства. Мало кого так много цитируют, когда хотят сослаться на дух ранней церкви. Один из первых западных богословов, учителей, апологетов, он оказал большое влияние на всю жизнь церкви. И вот даже, как и многие, соблазнился, не выдержал роста церкви и связанных с этим ростом перемен. соблазнился и ушел в расплавленное христианство. В трактате о целомудрии он отвергает теперь то, что сам писал о покаянии. Именно покаяние, то есть возможности прощения, возвращения и, следовательно, надежды для гречников, он больше не хочет. Церковь может прощать грехи, но не должна. церковь, в которой есть грех, не последняя, не настоящая церковь. И он уходит из нее в Третий Завет, чтобы последнюю часть своей жизни посвятить борьбе с нею. На перемере Тертулиана лучше всего виден характер монтонизма, как движение ригористов, не вынесших исторической церкви. В нем нашла свое выражение тоска о первоначальной чистоте, по напряженности жизни первых христиан. Нельзя отрицать того, что уровень христианской жизни начинает понижаться в эти годы. И все же победа церкви над монтонизмом исторически одна из величайших ее побед. Она была одержана в тот момент, когда перед церковью стоял роковой вопрос остаться кучкой совершенных, отгородиться от всего, не способного этого совершенно вынести, или же, не меняя ничего в последнем своем идеале, принять в себя массу, вступить на путь медленного ее воспитания, остаться вне мира, вне истории, или же принять ее, как свое дело для тяжкого и длинного труда. бороться с монтонизмом было трудно. В нем вспыхнуло столько святости, веры, жертвенности, столько того, чем вдохновлялась, чем жила сама церковь. Но осудив его, церковь навсегда осудила все попытки развенчать историческую видимую церковь, все соблазны развоплотить ее в Третьем Завете. Одной из главных причин упадка христианского напряжения было, несомненно, затишье в гонении. От смерти Марка Авреля 185 до середины Третьего века церковь жила в относительной безопасности. Относительной, потому что официальное запрещение христианства не только не было отменено, но, напротив, подчеркнуто и усилено. В 202 году специальным эдиктом император Семки Север снова запрещает всякий христианский празелитизм. И цепь мучеников не прерывается в эти годы. Но в целом все-таки положение сильно улучшилось. Христианам привыкли, они знают, а усилившаяся при восточной династии Севера в интерес к востоку создает даже некую моду на христиан, если не на христианство. Племянница Семки Севера Юлия Мамая приглашает к себе во дворе знаменитого учителя Оригена, чтобы в созданном ею при дворе религиозно-философском кружке поспорить с ним. Позднее император Александр Север поместил статуи Христа в своей частной молельне. И наконец императора Филиппа Аравийца 243-249 год блаженный Иероним назвал первым христианским императором, будто бы он тайно принял крещение. Вот почему гонение, внезапно обрушившееся на церковь в 249 году оказалось для нее таким страшным и неожиданным испытанием и в нем уже с последней ясностью вскрылось, как далеко отошли многие и многие христиане от первоначального напряжения веры и жизни. Император Декий 249-251 годы принял власть в критический момент. Риму угрожала гибель от возрождавшейся Персидской империи, а также от глубоких внутренних потрясений и неурядиц. Эту эпоху римской истории современный историк назвал страшными годами. Декий видел спасение только в возрождении старого римского духа в возвращении к попранным традициям. На первое место поставил он возрождение государственных культов. А это неизбежно привело к столкновению с христианами. С Декием открылась новая эра в истории гонений. В его лице римская власть впервые взяла на себя инициативу самих преследований. Специальным эдиктом император приказал всем подданным доказать свою лояльность отечественным богам принесением жертву. найденные в Египте папирусы сохранили для нас образцы расписок выдававшихся тем кто исполнил это приказание. Это был удар грома среди ясного дня. Конечно и теперь церковь ответила на гонение мученической кровью. Среди мучеников были епископы римской римский Фавиан антиохийский Вавила Иерусалимский Александр но основным фактом потрясшим церковь оказалось все-таки массовое отступничество. Страх поразил всех писал епископ Дионисий Александрийский многие и не из маловажных явились сразу одни уступая страху другие будучи чиновниками по обязанности службы третьи увлекаемые окружением одни были бледные и дрожащие как будто не они должны были принести жертву а их самих приносили в жертву идолам и потому над ними смеялась в толпах та же картина в письмах Киприяна Карпагенского были такие кто не ждали вызова чтобы поднять на Капитолий не вопроса чтобы отречься сами они бежали в форум спешили к смерти как бы давно уже хотели этого и предел преступления детей тащили родители чтобы те с первого возраста потеряли то что получили на пороге жизни гонение пронеслось как буря и быстро стихло но оно оставило церковь в развалинах тогда стал вопрос как же быть спадшими которые все теперь бросились к ней за прощением и примирением если уже в начале века церковь признавала второе покаяние то теперь вопрос ставился по-новому и еще острее раньше павшие были исключением и потому исключением было и второе покаяние теперь это массовое явление а если вспомнить что означало свидетельство мучеников для церкви ее самосвидетельство доказательство силы христовой живущей в ней то становится понятным почему вопрос о павших вызвал длинную смуту последней в ряде тех соблазнов о церкви которыми отмечен конец второго и начало третьего столетий на фоне этой смуты ярко выделяется образ великого африканского епископа святого Киприана Карфагенского и он подобно Тертулиану представитель того стопроцентного христианства которым отмечена короткая но такая славная история африканской церкви языческий ритор профессор словесности Киприан по обращению в христианство отрекается от всего дух не сшедший с неба сделал из меня нового человека через второе рождение и сразу же чудесным образом уверенность смыла сомнения очень скоро после обращения он становится епископом старше из африканских церквей карфагенской и почти сразу приходит гонение Киприан скрывается но не из-за страха что продолжать управление церковью в его отсутствие встает вопрос о падших эти последние зная ригоризм Киприана и нормальной церковной практики минуя епископ обращается к исповедникам то есть тем кто тюрьмой и пыткой заплатили за верность Христу такие было больше чем мучеников римское правительство наученное опытом хотело для церкви не славы мученической смерти а разложения поэтому твердые гноили в тюрьмах подвергали пыткам исповедники слава церкви их авторитет был бесспорен и вот они разрешают павших дают им рекомендации к епископу чтобы и он их принял в церковное общение создается трудное положение двойной авторитет церкви Киприан хотел бы чтобы решение вопроса было отложено до его возвращения до общего собора епископов но исповедники видят в этом неуважение к своим страданиям нарастает парадоксальный конфликт союз исповедников и павших против законного епископа и иерархии волнение переходит и в римскую церковь только что обогренную кровью своего епископа там против Киприана выступает пресвитер Новотиан там же Киприан бежал и следовательно пал а в Карфагене создается целая партия против Киприана и епископу приходится прибегнуть к строгости и отлучить от церкви ее вожаков наконец весной 251 года Киприан возвращается в Карфаген и может собрать собор на нем вопрос о павших получает свое окончательное решение и опять в сторону смягчения покаянной дисциплины собор разделил павших на две категории и в зависимости от степени падения установил две формы принятия их церковное общение одних только на смертном одре других после более или менее продолжительного покаяния еще раз реализм восторжествовал над ригоризмом потому что как пишет Болотов нужно было обращать внимание не только на прошедшее но и на будущее падшие были везде лишить навсегда их общения с церковью это значило бы слишком сократить число христиан ограничить внешнюю миссию церкви и вместо добра сделать зло но тут произошло нечто странное те самые что требовали Киприана немедленного принятия павших по запискам исповедников теперь закричали об его измене чистоте церкви они нашли поддержку времени у новотеана который при неясных обстоятельствах был рукоположен в епископа со страшной быстротой новый новотеанский раскол распространился по всем церквам создав повсюду стекты чистых кафаров уже одно это название указывает на настроение отколовшихся на их пафос чистой церкви на противоположение себя церкви павшей и снова как и при монтонизме церковь ответила собиранием сил вокруг епископа вокруг ненарушенного преемства кафолической жизни африка объединилась вокруг киприяна запад вокруг вновь избранного законного папы корнилия из египта дионисий александрийский другой светлый образ вселенского учителя писал письма повсюду умоляя всех сохранить единство новотеанство как и монтонизм выродилось в секту остатки которые существовали еще в 7 веке на примерах монтонизма и новотеанства открывается смысл эволюции церкви в те переходные десятилетия формально новотеан был прав когда протестуя против принятия павших ссылался на прошлое на предание сам киприян догонения декия был типичным ригористом но в том все дело что учение церкви не логическая система и строится не силогизмами верный логике новотеан оказался оторванным от жизни церкви киприян же внешне противоречия сам себе мог тем не менее сказать смело я ничего нового не ввел в вопрос о павших ибо свою доктрину он брал из жизни церкви и действительно ничего не изменилось в природе церкви в ее святости но в опыте жизни трагически углубилось сознание антимонического сопряжения в ее земном пути ветхого и нового новотеан и его последователи ради принципов оказались вне церкви такова логика каждого раскола они уединились в горделивом презрении к запачканной церкви павших но в пастырское сердце киприяна в его подлинно каполитическое сознание это церковь павших уже осталось все той же святой невестой христовой которой нет места греху но которая существует для спасения грешников его образ завершен сиянием мученической смерти 13 сентября 258 года киприяна вызвали проконсулу сохранились подлинные акты его допроса галерий максим проконсул сказал ты таский киприян папа сокрилезов киприян сказал я император предписывает тебе совершить жертвоприношение я не подчиняюсь советую тебе подумать делай что тебе предписано в столь праведном деле не требуется советов посоветовавшись со сессорами проконсул прочел приговор ты показал себя врагом римских богов и священных законов а в густейшие императоры не могут убедить тебя вернуться к исполнению римских религиозных обрядов в предостережение тем кого ты вовлек в свое преступное сообщество ты своей кровью заплатишь за нарушение законов таски киприяна обезглавить мечом сказал киприян что в ответ на место казни его сопровождала толпа христиан с зажженными светильниками с пением молитв его мученичество преобразилось в торжественный литургический акт за месяц до него засвидетельствовал и папа кист полиция застала его окруженного духовенством возглавляющим собрание верных он умер сидя на епископском престоле с ним был умер шлен и его дьякон лаврентий единство церкви ее правда в те дни запечатлевалось кровью мучеников в гонении соблазнах пыковывается церковное сознание укрепляется церковь и ничто не выражает лучшие уже наступающие победы чем тот первый расцвет христианской мысли те первые побеги христианской культуры которыми отмечен третий век на первом месте здесь следует назвать Александрийскую христианскую школу ее знаменитого учителя оригена до третьего века христианская письменность либо носила характер защитительный была написана против ересей язычества либо же состояла в простом изложении основных моментов церковного вероучения значение Александрийской школы в том что в ней впервые была сделана попытка продумать это вероучение как целостную систему выявить заключенные в ней истины как источник мысли и знания о начале Александрийской школы мы знаем мало по всей вероятности она выросла из оглашения новообращенных Александрия была умственной столицей эллинистического мира и здесь всякая проповедь приобретала академический характер облекалась в интеллектуальные одежды поэтому естественно что именно тут было положено начало научному богословию и оно было осознано как последнее из известных Александрийских богослов Климента христианство есть высшее знание гнозис в полном и абсолютном смысле этого слова если бы гностику предложили выбор между спасением души и познанием Бога предположив что два эти две вещи различны тогда как они тождественны он выбрал познание Бога гнозис это видение Бога лицом к лицу мистическое озарение его истины это знание Бога христианин предпочитает всему другому в нем видит цель всей жизни но для Климента характерно также и радостное принятие мира его оправдание это новый опыт для которого христианство уже твердо укрепилось в мире и торжествует как спасается богатый так называется одно из произведений Климента типичное для общего его мира созерцания он не отвергает мир а напротив все пытается сделать христианским мы находим у него рассуждения о смехе или даже о домашнем устройстве все допустимо если принимается умеренно но главное если подчинено последней ценности знанию Бога и в нем истины это оптимизм первого но еще не глубокого и часто сомнительного синтеза между христианством и эллинизмом но по настоящему начало научному богословию положил не Климент ему на смену на кафедру огласителя взошел молодой Ориген Ориген считает себе черты героического первохристианского периода с новым духом все сильнее сказывающимся в церкви христианин уже по рождению он тем не менее больше всего вдохновлен идеалом мученичества и его призыв к мученичеству написанный во время гонения Максимина 235-233 годы остается одним из лучших памятников первого христианства но мученичество для него шире исповедания Христа перед гонителями оно вся жизнь христианина которая в этом мире не может не быть узким путем если стремится к евангельскому совершенству а Риген один из основоположников теории аскетизма и его влияние будет огромно когда в следующем веке возникнет в церкви монашество свое желание воплотить евангельское учение в самой его букве довело его как известно даже до самооскопления в нем часто видели чистого интеллектуала далекого от жизни церкви погруженного в одни книги на деле он прежде всего человек церкви глубоко укорененный в ее жизни в ее молитве и само его интеллектуальное служение можно понять только если помнить что для него все подчинено единому на потребу очень молодым он принимает служение огласителя состоявшее в объяснении писания новообращенным отдавшись целиком ему он скоро приходит к мысли что простого чтения писания недостаточно в его аудитории сидели философы ученые люди больших знаний христианское учение и прежде всего слово божие нужно было объяснить им как высшее откровение доказать им всю его глубину но для этого нужно использовать те самые методы которыми пользуются в искании истины все философы нужно овладеть их культурой школа оригена быстро перерастает в свое первоначальное назначение она открыта всем желающим это форум где христианская мудрость сталкивается и борется с мудростью языческой но у оригена христианская мудрость не просто отбрасывает языческую здесь совершается первый перелом первое принятие эллинских ценностей христианством для обращения их на служение Христу я хотел бы чтобы ты употребил все силы своего ума на пользу христианства которое должно быть твоей высшей целью пишет ориген своему ученику Григорию чтобы достичь этого я желаю чтобы ты взял от греческой философии круг знаний могущий быть введением христианства и те сведения геометрии астрономии которые могут послужить к освещению священных книг чтобы то что философы говорят о геометрии о музыке о грамматике о риторике об астрономии а именно что они помощницы философии можно было сказать и о самой философии по отношению к христианству это означало полный переворот по отношению к профанной культуре Даниэлу но в отличие от гнастицизма не христианство в нем подчинилось эллинизму а сам эллинизм провозглашался как подготовка человеческого ума к понятию высшего откровения к постижению писания последний же смысл всякой науки как и самого христианства это постижение слова божьего все подчинено ему и нет меры погружения в его смысл но это постижение требует не только особой благодати просветления ума молитвой и тела аскезой но и подготовки научные сам оригин изучал еврейский язык и проделывал огромную работу по изучению писания и сравнению всех его переводов достаточно сказать что в своих экзаплах он переписал все писание шесть раз в параллельных столбцах приводя рядом с еврейскими оригиналом и его транскрипцией греческими буквами все существующие греческие переводы его в этой работе он применил методы знаменитой александрийской литературной школы занимавшейся изучением древнегреческой литературы и через него они навсегда легли в основу христианского изучения Библии но эта работа только подготовительная остается само толкование писания и здесь также оригин проложил новые пути в основе его толкования лежит церковное предание о духовном смысле слова Божьего раскрывающимся за смыслом буквальным Ветхий Завет имеет в себе прообраз нового в новом же Завете раскрываются вечные образы церкви и христианской жизни иудеи не поняли образов своего писания и отвергли Христа гностики не умея понимать их отвергают Ветхий Завет как откровение о злом и мстительном Боге но все образы стали действительностью явлений Христа и потому только Он есть ключ к Писанию точно так же как только из Писания можно получить откровение о Нем Ветхий Завет раскрывает новый а в новом грядущее Царство Божие когда будет Бог всяческое во всем и все образы исполнятся в вечной действительности заслуга Оригена в деле изучения толкования Писания огромна если и до него конечно и проповедь и богословие в церкви всегда основывались на Писании именно он первый формулировал уже систематически христоцентрическое понимание Ветхого Завета а в своих бесчисленных толкованиях на века опередило развитие церковной экзегезы но нельзя не отметить и опасности заключенных в его подходе к Библии опасность это крайний аллегоризм благодаря которому каждое слово в Библии приобретает бесчисленное множество значений иногда самых фантастических и неубедительных аллегоризм был в большой моде у александрийских литературоведов и эта мода повлияла на оригена современные ученые стараются правда разграничить в его толкованиях типологию то есть искание истинных образов и духовных смыслов от аллегорий то есть произвольного смысла вкладываемого в те или иные события и слова и по всей вероятности ориген сам сознавал это различие но на деле границу на деле границу между двумя этими подходами провести трудно и аллегоризм останется надолго опасным учением в христианском богословии часто подменяющим здравое и жизненное значение слова божьего риторическими ухищрениями еще опаснее для будущего оказалось уже само богословие оригена его попытка построить систему христианского вероучения она заключена в его произведении о началах дошедшем до нас только в позднем латинском переводе хотя он утверждал что единственным мерилом всякого богословия должно быть правило веры то есть предание церкви на деле он не нашел того сочетания между откровением и эллинской философией в котором был бы преодолен изначальный идеализм греческого миросозерцания напротив его система оказалась острой эллинизацией самого христианства из нее выпало ясное учение о творении мира из ничего ключ ко всякой подлинной христианской космологии и все своеобразие библейского понимания мира как истории как действительной а не призрачной трагедии свободного выбора по оригену мир развертывается из Бога и возвращается в него по некоему непреложному закону в котором растворяется реальность зла реальность свободы реальность спасения а так как в Боге все вечно то и сам этот круг мира отречения вечен вечно повторяется завершаясь неизменности общим восстановлением и спасением свою длинную и праведную жизнь ориген закончил исповедником скончался от пыток и истязаний полученных во время гонения деки в 250 году желание мученичества не ослабевало в нем с детства исполнилось если образ оригена необычайно привлекателен пример вдохновляющий то богословие его в конечном итоге сыграет роковую роль в истории церковной мысли и многими скорбями преодолеет церковь соблазны и опасности оригенизма с оригена начинается медленное воцерковление эллинизма борьба за его преодоление уже внутри церкви в этой борьбе основная тема следующих византийских веков церковной истории и быть может без творческой неудачи самого оригена конечное торжество христианского эллинизма было бы невозможно конец века проходит по знакам усилившегося гонения империя гибнет все здание ее колеблется под страшным напором германцев с севера готов и перцев на востоке в эти смутные годы когда естественно нужно найти виновников стольких несчастье ненависть против христиан зажечь нетрудно эдикт следует за эдиктом и по всей империи имена мучеников увеличивают церковные мартирологи но никогда кажется не достигало гонения такого напряжения как при диоклетиане в 303 году буквально накануне обращения Константина от этого гонения дошло до нас самое большое число имен мучеников как будто в последний раз перед победой являет церковь всю силу всю красоту все вдохновение мученичества то чем жила она в эти первые века своей истории силу свидетельства о царстве Христовом которое одной в конечном итоге и победило глава 3 победа христианства можно без всякого преувеличения сказать что обращение императора Константина повлекло за собой самый большой перелом из всех когда-либо пережитых церковью значение его отнюдь не исчерпывается переменной церковно-государственных отношений внешних условий жизни церкви неизмеримо важнее вызванные им сдвиги в самом христианском сознании глубокий внутренний переворот совершающийся постепенно в церковном обществе процесс этот настолько сложен и многосторонен что нужно с опаской относиться к противоречивым оценкам константиновского периода и к огульному его осуждению и к безоговорочному оправданию на первом месте стоит вопрос о самом Константине насколько борьба империи с христианством явление как мы видели фатальное настолько же мир между ними дело прежде всего одной личности одной воли одной инициативы этой роли Константина не отрицает никто но оценивает ее диаметрально противоположно для восточного христианства Константина до сегодня остается святым зачинателем христианского мира орудием победы света над тьмой увенчивающий подвиг мучеников запад же обычно видит в константиновском мире начало порабощения церкви государством или даже первое падение церкви с высот первого христианской свободы необходимо хотя бы кратко разобраться в этом все еще длящемся споре в наших литургических текстах обращение Константина сравнивается с обращением Павла якоже Павел знание не о человек приим но историк должен отметить сразу же и коренное различие между ними то что переживал Павел на пути в Дамаск было действительным и глубочайшим кризисом переоценкой всех ценностей между старым и новым легла непроходимая черта изменившая все в жизни и психологии апостола обращение же Константина не случайно совпадает с самым решительным моментом его политической императорской карьеры это не политический расчет не макеобилизм как утверждали некоторые историки но и не перерождение личности как у Павла и объяснение его нужно искать в религиозно-политической идеологии или психологии Константина которая одна дает ключ к пониманию его места в христианской истории вне Константина завершается та эволюция римской империи которая началась с первого соприкосновения ее с соленистическим востоком это постепенное перерождение римского принципата теократическую монархию где император становится связующим звеном между Богом и миром а государство земным отображением небесного закона уже культ непобедимого солнца который император Аврелиан в середине третьего века сделал правительственной религией был тесно связан с этим новым религиозным переживанием монархии император в мире то же что солнце на небе он участник его природы представитель его на земле монарх отделен от простых смертных он священен и потому священно все что его окружает ему воздается религиозное поклонение и в имперской литургии священном ритуале в которой отныне обличена вся жизнь царя символизируется божественная природа государства как небесного строя отраженного в мире эта эволюция государственного самосознания соответствует ее вдохновляет но и ей в свою очередь вдохновляется религиозное движение греко-римского мира в сторону монотеизма то есть веры в единого бога неоплатонизм латино это лебединная песня греческой философии восточные культы герметическая письменность все главные духовные умственные течения эпохи провозглашает единое начало одного высшего небесного бога типичным представителем такого нового религиозного сознания и был Константин по свидетельству его первого христианского биографа Евсевия Кисарийского уже его отец посвятил единому богу своих детей жену служителей и весь свой дворец Константин вырос в атмосфере возвышенной небесной религии этой очищенной от грубого язычества у него всегда был мистический интерес вера в сны видения озарения он твердо верил в свое избранничество и вся его политическая карьера отмечена личными контактами с небом такая настроенность еще не объясняет целиком его обращение христианства но она помогает лучше понять как сам Константин воспринял христианство делает его представителем нового подхода к церкви и ее вере звезда Константина начала восходить на политическом горизонте империи над разрухой и между условицами нескольких враждующих императоров которые последовали за отречением Диоклетиана как императору запада ему оставалось для объединения под своей властью всей западной половины империи уничтожить своего соперника Максентия утвердившегося в Риме в начале 312 года он двинулся из Галлии и после смелого зимнего перехода через Альбы в октябре с небольшим войском подошел к вечному городу предстоявшее сражение должно было решить вопрос его жизни или смерти конечного успеха или провала всей его так остро сознававшейся им миссии но вот он дерзал идти против города а не защищали ли его вместе с Максентием все его древние боги все силы традиции вся слава прошлого для такого человека каким был Константин эта борьба с Римом не означала ли светотатарственного разрыва с прошлым и не искала ли он бессознательно новой силы новой религиозной опоры которые поддержали бы его в его замысле обновления Рима вот на этот момент страшного напряжения и сомнения и падает его обращение самые близкие по времени описание этого события не упоминают ни о видении креста ни о словах сим побеждай они говорят о вразумлении полученным Константином во сне сделать новый знак на оружии исполнив это Константин победил Максентия и вступил в Рим позднее этот основной рассказ стал обрастать и не без помощи самого Константина легендой одно остается несомненным знак виденный Константином во сне и под которым одержана была эта решительная победа в сознании самого Константина был знаком христианства и с этого момента император стал считать себя христианином стал ли он им в действительности крещение которое для церкви одно по-настоящему делает человека христианином включает его в новую жизнь он принял только на пороге смерти через 25 лет после мельвийского сражения чем же был он до этого отвечая на этот вопрос мы скрываем тот исходный парадокс византизма который заключен всецело в своеобразном обращении первого христианского императора все дело в том что в сознании Константина христианская вера или вернее вера во Христа пришла к нему не через церковь а была дарована лично непосредственно и для победы над врагом то есть при выполнении им его царского служения тем самым победа одержанная при помощи христианского бога ставит отныне император и следователь империю под покров креста в прямую зависимость от Христа но это означало так же что Константин обратился не как человек ищущий истину только ее а ради не ее самой а как император сам Христос санкционировал его власть сделал его своим нарочитым избранником а в его лице и империю соединил с собой некой особой связью так объясняет этот поразительный факт что обращение Константина не повлекло за собой никакого пересмотра никакой переоценки теократического самосознания империи а напротив самих христиан саму церковь убедила в избраничестве императора в империи заставила видеть бога избрания и священное царство все трудности все своеобразие византии вся острота и двусмысленность константиновского периода церковной истории вытекает из этого первого парадокса первый христианский император оказался христианином вне церкви и церковь молчалива но с полной искренностью признала и приняла его в лице императора империя стала христианской не пройдя через кризис крещального суда за обращением последовал так называемый Миланский Эдикт определивший принципы религиозной политики Константина 313 год в нем торжественно провозглашалась свобода и христианам и всем следовать той религии какой каждый пожелает христианским же церквам кроме того возвращались конфискованным у них во время гонения имущества о смысле Миланского решения вели жаркие споры среди историков что означало эта религиозная свобода если провозглашая ее Константин вдохновлялся христианской идеей независимости религиозного убеждения от государства то почему просуществовала она так недолго так быстро уступила место безраздельной и принудительной монополии христианства навеки уничтоживши всякую религиозную свободу ответ может быть только один свобода Константина не была христианской свободой понадобились столетия чтобы то новое понимание личности которое всеми своими корнями вырастает из Евангелия переросло постепенно в новое понимание государства ограничило его неотъемлемыми правами этой личности мы знаем теперь сколь мучительным оказался этот процесс знаем увы и то что сами христиане далеко не всегда были в нем носителями именно христианской евангельской истины не состоит ли трагедия новой истории прежде всего в том что самая христианская из всей идей нашего мира идея абсолютной ценности человеческой личности исторически оказалась выдвинутой и защищаемой против церковного общества роковым символом борьбы против церкви а случилось это как раз потому что с самого начала сознания христиан заворожено было обращением Константина оно то и помешало церкви пересмотреть в евангельском свете теократический абсолютизм античной государственности а напротив его самого слишком надолго сделало неотъемлемой частью христианского восприятия мира и в свете этого теократического самосознания Константина в котором государство мыслится носителем религии потому что оно непосредственно отражает и воплощает в человеческом обществе божественную волю о мире только и можно правильно истолковать свободу миланского эдикта это свобода культа то есть внешних форм богопочитания государство не связывает себя больше ни с одной из них исключительно но не потому что оно становится религиозно нейтральным а потому что в том новом религиозно-философском монотеизме представителем которого был константин до своего обращения все внешние формы религии культы всех богов восходят в той или иной мере к одному высшему божеству и в конечном итоге относительно с этой точки зрения миланский эдикт есть не начало а конец в нем находит свое последнее выражение тот религиозный синкретизм в котором разлагается и умирает древнее язычество но теократическая природа государства остается неприкосновенной религия есть дело государства по преимуществу потому что само государство есть божественное установление божественная форма человеческого общества и свободы даруются для того чтобы находящееся на небесах божество могло быть милостиво и благосклонно к нам и ко всем находящимся под нашей властью но если эту свободу нужно понимать как последнее проявление императорского синкретизма синкретизм греческое это соединение отождествление соединения разнородных начал игнорируя различия то за ней в миланском эдикте открывается уже и нечто новое император не скрывает своей особой симпатии к христианству и прямо заявляет что свободу не христианам он дарует ради спокойствия нашего времени его же сердце собственное уже безраздельно принадлежит новой вере это свобода для переходного времени в ожидании безболезненного торжества христианства язычество уже обречено на гибель и гонение и обречено оно все той же теократической природой самой империи самим же языческим ощущением государства как император Константин сознает себя религиозным законодателем империи ее религиозным средоточием и как христианин он не может смешивать христианство с языческой ложью и чем больше он будет осознавать свое христианство тем очевиднее станет его вражда к язычеству две логики две веры теократическое и христианское сплетается в двусмысленном единстве которое определит судьбу церкви врождающейся византии эта двусмысленно дала себя почувствовать почти сразу же в так называемом расколе донатистов в Африке одновременно с обращением Константина в африканской церкви возникают смуты после волны гонения атмосфера была отравлена подозрениями и обвинениями в изменах в падении часть карфагенских христиан отказалась признать нового епископа Цесилиана потому что в его рукоположении принимал участие некий Феликс епископ Аптонгский которого обвиняли в традиторстве выдачи священных книг полиции эта группа поддержанная многим соединениями соседними епископами избрала своего епископа сначала Майорина а потом Доната по имени которого и получила название вся секта как раз в этот момент Константин посылал щедрые дары пострадавшим от гонений христианским общинам в Африке естественно его помощь получили кафолики во главе с Целианом это побудило донатистов обратиться к императору с просьбой передать их дело на суд гальских епископов не подвергся гонений потому свободных от обвинений в компромиссах Константин ничего не ценил так как мир и в самом христианстве его может быть больше всего и привлекла кафоличность путь православия протоиерей Александр Шмеман кассета вторая страница 95 как раз в этот момент Константин посылал щедрые дары пострадавшим от гонения христианским общинам в Африке естественно его помощь получили кафолики во главе с Целианом это побудило донатистов обратиться к императору с просьбой передать их дело на суд гальских епископов не подвергся гонений и потому свободных от обвинений в компромиссах Константин ничего не ценил так как мир и в самом христианстве его может быть больше всего и привлекала кафоличность вселенское единство церкви желая умиротворить африканскую церковь он согласился на просьбу донатистов главные епископы Галии собрались в Риме под председательством папы Мильтиада выслушали обе стороны и торжественно подтвердили приговор Карфагенского собора дело казалось было решено в согласии со всеми церковными правилами как того хотели и сами донатисты но эти последние слова обратились к императору и тут сделал Константин тот непоправимый шаг с которого начинается многовековое трагическое недоразумение между теократической империей и церковью вместо того чтобы попросту сослаться на независящее от него церковное решение некрещенный император исполнил просьбу донатистов и приказал начать новое расследование так был нанесен первый удар независимости церкви и замутнено сознание ее и на природности по отношению к государству дальнейшее развитие донатистской смуты было уже только последствием этой первой и роковой ошибки новое осуждение расколов большим собором в Арле новая апелляция к императору Константин возмутился какое безумие требует суда от человека который сам ожидает суда Христова и все-таки снова сдался и когда после стольких разбирательств он убедился наконец в неправоте донатистов он обрушился на них всей тяжестью государственного гонения последнее самое страшное из всех ошибок гонение прекратив превратив раскольников в мучеников только усилило их пожар разгорался по всей Африке и уже ничто не смогло затушить его донатистский раскол еще до нашествия вандалов оказался началом конца великой и славной африканской церкви но донатизм только первая вводная глава в истории новых взаимоотношений церкви и государства неизмеримо полнее и трагичнее смысл их раскрывается варианской смути наполняющей весь первый век константиновского мира варианской смути как в узле сходится множество нитей сливается множество вопросов это начало тех великих богословских споров на которые уйдут почти пять веков церковной истории и которые оставят в наследие нам вдохновенное писание отцов и учителей чеканная формула вселенских соборов но эта борьба за истину сразу же усложняется участием в ней государственной власти перестает быть делом чисто церковным и приобретает новое государственное измерение в ней не только чеканится вера церкви но совершается медленное и мучительное рождение христианской Византии четвертый век внешне один из самых трагических в истории церкви и все же именно тогда становится впервые во всей своей глубине тема христианского мира зарождается тот замысел то видение которое никогда не вытравить из церковного сознания спор начался в Александрии столице христианской мысли арий ученый александрийский пресвитер и проповедник стал учить что Христос будучи сыном Божиим по необходимости должен быть признан сотворенным во времени одним из творений Божиих так как рождение не может не быть возникновением во времени рожден же он Богом для творения мира как орудие этого творения а потому было время когда его не было и следовательно сын Божий всецело отличен от Отца и не подобен ему современному церковному обществу в массе чуждому богословских интересов ненужное и опасное умствование трудно понять во-первых как могло возникнуть такое учение идущее очевидно в разрез самым основным положением христианства а во-вторых резонанс этого спора в течение целых пятидесяти лет разрывавшего церковь на части чтобы понять этого нужно почувствовать что для тогдашних христиан богословие было действительно делом жизни духовным подвигом исповеданием веры творческим разрешением жизненных задач что споры как будто о словах и определениях участники споров на деле защищали и отстаивали именно жизненное теперь бы сказали практическое или экзистенциальное значение христианства заключенное в словах спасение ведь спасение это не магическое извне совершающееся действие оно зависит от целостного восприятия приятия и усвоения человеком божественного дара а тогда богословие то есть уразумение выражение исповедание истины словах раскрывается как высшее царское призвание человека в нем восстанавливается причастность человека божественному смыслу первородство его как разумной личности в мире богословие есть раскрытие в понятиях разума веры церкви не проверка ее разумом и неподчинение ему а напротив расширение самого разума до откровения согласование его с истиной очевидной вере вера прежде богословия и только потому и можно говорить о богословском развитии как о постепенном восприятии раскрытии и уточнении изначальной полной веры на примере оригена мы видим что первые попытки этого раскрытия несовершенны даже юридичны но это значит что нелегко было найти слова для выражения веры и потребовались века чтобы переплавить в духе христианства саму мысль веруя во отца сына и святого духа опытом троичного бога жила церковь с первого дня в откровении троицы как совершенного единства совершенной любви и совершенной жизни смысл евангелия благодать господа иисуса христа любовь бога отца причастие святого духа это литургическое благословение встречаемо уже в послании павла но если в откровении о троичном боге источник спасения и сила христианской жизни то оно должно просветить и человеческий разум и его расширить до уразумения тайн тайн открытой христом принятие же истины всегда означает усилие кризис рост естественно разум наталкивается на откровение как на противоречие парадокс как совместить изначальную веру церкви в троичного бога со столь же несомненным утверждением его единства того монотеизма во имя которого христиане вслед за евреями отвергали всякое язычество эту веру нужно раскрыть этот опыт объяснить так возникает в церковном сознании первый по времени и основоположный по существу богословский вопрос вопрос о троице уже во втором веке апологеты то есть защитники христианства перед империей и обществом пытались объяснить веру в троицу исходя из привычного для греческих философов понятия логоса сын божий христос есть слово отца которым он творит и спасает мир и которым он с миром связан словом же мы в свою очередь узнаем Бога и соединяемся с Ним но опасность такого объяснения состояла в том что в греческой философии понятие логоса имеет так сказать инструментальный характер логос это всегда связь но это не самостоятельное само по себе существующее начало а промежуточное звено объединяющий принцип если в Евангелии от Иоанна слово как мы уже видели понимается в духе и свете ветхого завета как живой и действующий Бог то в греческом восприятии оно легко могло быть воспринято как некое божественное качество или сила данная человеку Иисусу и выявившая его из всего человечества иными словами общее для христианства и эллинизма понятие логоса нужно было еще очистить от того исключительно космологического значения которое оно имело в греческой философии но для этого у апологета второго века не хватало ни слов ни философского дара по неволе их писания оказывались двусмысленными сбивчивыми вполне православные для церкви которые читали в свете своей веры они могли быть поняты извне как отождествление отца со словом подобно отождествлению человека с его разумом или мыслью немного позднее в начале третьего века возникло опять на западе так называемое монархианство то есть такое учение о тронстве которым защищается монархия отца это была боязнь отступить от исконного монотеизма соблазн о церковной вере как о вере в трех богов монархиане учились что один только отец бога в учении же об Иисусе Христе и Святом Духе они делились на два направления одни учились что Христос человек на которого сошла божественная сила сделавшая его сыном божиим и совсем особым образом соединившая его с отцом другие же что отец сын и дух это три разных модуса явление единого и того же бога в мире сначала он открывается как отец затем как сын и наконец как святой дух это учение было названо модализмом и главный его представитель ученый римский пресвитер Савелий был отлучен от церкви при папе Каллисти 217-222 в борьбе с этими ересьями возникает первая попытка дать православное описание тайны Троицы выразить ее в человеческих словах на западе это богословие Тартулиана до его ухода в монтонизм на востоке Ориген при всем различии оба они грешат одним недостатком обе принимают то самое отождествление Бога с одним отцом которое привело к монархианству Троица возникает становится если не во времени то иерархически как раскрытие Бога Отца тогда как в опыте церкви Троичность Бога и есть его совершенство тайна трех имеющих в совершенной любви одну жизнь мысль еще не поспевала за верой слова оказывались беспомощными выразить опыт таково положение в начале четвертого века в момент возникновения орианства из-за недостаточности слов мысль срывается и увлекает веру за собой искажая самые основоположные и жизненные истины новозаветнего откровения в этом смысле орианство означает и конец всех этих смут именно оно даст церкви возможность выразить наконец свою веру в троицу в богоприличных словах ария ошибся потому что к разрешению богословского вопроса о троице подходил исключительно как философ и весь вопрос мерил логикой два краеугольных именно жизненных две истины христианства об едином боге и о спасении мира сыном божием он воспринимал как абстрактное положение он был убежденным монотеистом но не в духе ветхого завета а в духе того философского монотеизма который в эту эпоху торжествовал в эллинистическом мире это признание некоего абстрактного одного или единого лежащего в основе всего сущего как его начало и как объединяющий принцип всего множественного бог един и в нем не может быть никакой множественности если же у него есть сын то сын уже отличен от него но он и не бог сын рождается но рождение есть возникновение того кого не было раньше сын рождается для творения для спасения но он не бог в том единственном абсолютном смысле в котором называем мы бога отца арианство есть рационализация христианства в нем уже не живой религиозный опыт оплодотворяет мысль заставляет ее видеть и понимать то что она раньше не понимала а напротив вера иссушается логическим анализом и превращается в абстрактное построение но арианство было созвучно эпохе строгим монотеизмом и вместе с тем отсечением всего иррационального непонятного оно было доступнее среднему уму искавшему разумной веры чем предание церкви с его библейскими реалистическими образами и выражениями как правильно заметил один историк арианство рисовало христианство его живого религиозного содержания превращало его в атеизм в космологию и мораль первой реакцией на арианство и была реакция живой веры содрогнувшейся от этого извращения самой святыни церкви арии осудил его собственный епископ александр александрийский на это было осуждение не ответ в ответе александр сам сбивался не находя правильных слов арии обратился за поддержкой к своим бывшим друзьям по школе известных известного антиокийского богослова Лукьяна как образованное богослово многие из них занимали епископские кафедры нужно особо отметить двух евсевиев кисарийского первого церковного историка его церковная история есть один из главных источников наших знаний о ранней церкви и никомедийского крестившего позже императора константина эти друзья поддержали ария и не только по личным причинам в эти годы в церкви нарождалась интеллигенция жаждавшая разумного объяснения веры начинавшая как бы стесняться недостаточно философского характера церковного учения ересиария казалась им вполне подходящим современным истолкованием этого учения приемлемым для широких кругов образованных людей так местный александрийский спор распространился постепенно по всему востоку в этот момент и вступает в него император Константин надо представить себе что означало для церкви после трех веков гонения обращение самого императора чтобы понять почему двор Константина сразу же стал притягивающим центром и не для одних оппортунистов и карьеристов но и для тех кто окрыленные победой Христа мечтали о распространении этой победы по всему миру император и империя становились провиденциальными орудиями царства Христова и вокруг Константина сразу создается круг христианских советников некий неофициальный штаб а в нем видное место занимает очень рано с самого появления Константина на востоке Евсевий Никомедийский первый из печальной серии придворных епископов сам Константин не мог конечно разобраться в богословском споре по существу но он потрясен был этой новой смутой церкви то были годы его торжества победа над Ликинием в 323 году окончательно утвердила его единое державие ему рисовался образ единой империи изнутри духовно обновленной единой церковью и вдруг вместо мечты печальная действительность новые споры новые разделения по всей вероятности его христианские советники и дали ему мысль собрать собор епископов привычный для церкви способ решения споров но Константин захотел сделать из собора символ и увенчание своей победы и нового положения церкви в империи так создан был первый вселенский собор весной 325 года в Никее вселенским был он не по числу епископов предание определяет его как собор 318 отцов но по замыслу и значению действительно впервые после столетий полуподпольного существования собрались епископы из всех частей церкви многие еще со следами ран и увечий полученных при Диоклетиане какой ощутимый опыт торжества и победы а роскошь приема небывалая торжественность встречи ласка и доброта императора усиливали радостную уверенность в начале новой эпохи в действительной победе Христа над миром так воспринимал собор прежде всего сам Константин он приурочил его к 20-летию своего царствования он хотел парада и радости и не хотел ненавистных ему споров своей речи епископом в день открытия он говорил что эти споры более опасны чем войны и прочие конфликты мне они доставляют больше горя чем все остальное но значение Никейского собора прежде всего конечно в одержанной на нем величайшей победе истины от него не осталось как от других вселенских соборов никаких протоколов или деяний известно только что собор осудил орианством а традиционное содержание крещального символа веры ввел новое уточнение об отношении сына к отцу назвав сына единосущным отцу то есть имеющим ту же сущность что отец и следовательно равным ему по божеству слово это по замечанию Болотова было настолько точным что исключало какую бы то ни была возможность перетолкования арианство им осуждалось безоговорочно но именно это слово оказалось на долгие годы камнем преткновения и соблазна верла церковь в длительную смуту эта смута заполняет собой 56 лет отделяющие первый вселенский собор от второго константинопольского в 381 году в ней нужно различать разные темы но нужно видеть та же связанность их между собою они почти в равном мере определяют собой дальнейшую историю церкви в которой вряд ли другие 50 лет равное значение имели в ней причиной смуты было то что осужденные ариане не только не сдались но при помощи очень сложных интриг сумели привлечь на свою сторону государственную власть так поставлена была первая тема участие императора в жизни церкви скажем заранее что итоги четвертого века с этой точки зрения более чем отрицательны они поистине трагичны но тут же необходимо сразу определить и вторую тему арианской смуты торжество ариан было бы невозможно даже и при помощи императора если бы церковь осудившая почти единогласно ария оказалась единой в этом осуждении и главное в принятии положительного никейского учения но этого как раз не случилось никея внесла смущение и сомнения в умы но тогда нужно поставить вопрос о богословском содержании после никейской смуты а в этом разрезе четвертый век напротив имеет положительное значение показывая воочию конечную силу истины церковной жизни даже в безнадежных обстоятельствах большинство участников собора легко приняло осуждение арианства слишком очевидно искажало исконное церковное предание но совсем иначе обстояло дело с положительным учением о троице заключенном слове единосущных это слово выдвинуло его фактически навязало Константину а через него собор маленькая группа дальновидных и смелых богословов понимавшая недостаточность одного осуждения ария но необходимость отчеканить предание церкви в ясном понятии но для большинства епископов это слово было чуждо и непонятно в нем впервые вероучительное определение вводился философский термин чуждый писанию притом термин даже подозрительный это единосущие не возвращало ли оно в церковь совсем недавно преодоленный соблазн савилианство не сливало лесного отца и сына в одну сущность и все же собор по просьбе Константина принял это слово символ веры не очень вникая в его смысл епископам казалось что главное осуждение ереси что же касается символа веры то на деле каждая церковь имела свой согласный со всеми другими по существу но не обязательно по букве таким образом внешний собор кончился благополучно если не считать повторной после донатизма ошибки Константина сославшего ария и его единомышленников и тем самым смешавшего суд в церкви судом кесаря вот тут и сказался весь тот придорожен той группы вес той придорожной группы епископов о которой мы говорили выше она состояла почти целиком из друзей ария во главе с Евсевием некомедийским они приняли осуждение ария потому что на соборе скрылось единодушие против него почти всех епископов но приняли его скрипя сердце и с мечтой о реванше выступать открыто против собора было невозможно и друзья ария прибегли к интриге пользуясь равнодушиями епископов к положительному никейскому определению они попросту стали замалчивать его все же свои силы направили против той кучки богослов которые одни понимали все значение единосущие здесь были пустены в ход доносы и обвинения не имевши ничего общего с богословием первой жертвой стал Евстафий антиохийский которого удалось очернить в глазах императора и сослать ссылку затем и уже на многие годы главным объектом интриги стал молодой только что избранный александрийский епископ Афанасий главный по всей вероятности вдохновитель единосущие опять таки не вступая с ним ни в какой богословский спор его враги добились осуждения его за якобы канонические преступления сначала епископским собором в пире 381 году затем ссылки императора в Трир на Рене Константин не выносил смутьянов а именно таковым удалось врагам Афанасия представить его императору после этого уже было нетрудно вернуть и самого Ария он подписал какое-то нелепое покаяние и был принят в общении Константину так никогда и не понявшему о чем велся спор показалось что все в порядке ведь церковь вернула себе мир и только враги мира могут еще и после этого вспоминать прошлое оппортунисты торжествовали по всей линии при явном непонимании и молчании всей церкви но дни константина приближались уже к концу в том же 336 году когда был сослан Афанасий празднует он последний 30-летний юбилей своего царствования но это уже другой Константин с годами росла та мистическая настроенность которая жила в нем с детства так что под конец даже интересы государства отступили на второй план речи и торжества его предсмертного юбилея озарены тем светом который все сильнее разгорался в его душе не задолго до смерти на него возложили руки он стал теперь только оглашенным и уже не надевал больше своей царской одежды его мечтой было принять крещение в Ярдане но ей не суждено было осуществить его крестил Ессевий некомедийский и больше уже не оставляла его радостная уверенность в близости Христа и его вечного света он умер в солнечный полдень пятидесятницы сколько бы ни было ошибок даже преступлений убийства сына Криспа темная семейная драма до конца никогда не разгаданная в его жизни трудно сомневаться в том что человек этот неизменно стремился к Богу жил жаждой абсолютного отблеск небесной правды и красоты хотел утвердить на земле его именем связаны были самые большие земные надежды церкви мечта о торжестве Христа в мире и вот любовь и благодарность церкви сильнее безжалостного но непостоянного и часто поверхностного суда историков только со смертью Константина арианская смута начинает развертываться во всем своем значении Константину наследовали его сыновья Константин второй на западе Констанции на востоке этот последний сыграл в жизни церкви роковую роль если Константин свое положение внешнего епископа церкви связывал с обращением с непосредственным избранием его Христом то Констанции уже как нечто самоочевидное воспринял свою власть над церковью двусмысленность константиновского мира начинала давать свои первые отравленные плоды кроме того Константин мог ошибаться и часто ошибался но он был большим человеком по существу хотел быть справедливым Констанции же несмотря на свою приверженность к христианству был человеком мелким и сразу оперся на группу бесстыдных лискицов и опортунистов облепивших его сначала правда евсевиане должны были уступить старший брат Констанции Константин потребовал возвращения всех сын и епископов на свои кафедры в Александрии народ с любовью встретил Афанасия который никогда не признавал своего низложения и был поддержан западными церквами но у евсевиан было против него сильное оружие его низложил собор епископов только собор должен его восстановить повторяем подавляющее большинство епископов абсолютно не подозревало идеологической подкладки всей этой борьбы против Александрийского Папы который казался им беспокойным человеком к тому же канонически низложенным зимой 337-338 года в Антиохии в центре евсевианских интриг было составлено послание к императорам и ко всем епископам кафолической церкви в котором Афанасий обвинялся в незаконном возвращении на кафедру Афанасий ответил на это собором 62 епископов а также обратился к суду всей церкви послание египетского собора показав невиновность Афанасия и абсурдных в абсурдных обвинениях возводившихся против него прямо указало на настоящий смысл всего дела на желание врагов Афанасия уничтожить православных и упразднить осуждение Ария на истинном и великом соборе тут же в первый раз чувствуется тревога о вмешательстве в дела церкви императора по каждому праву епископы судившие Афанасия были собраны приказом императора но египетские епископы поздно похватились о том что внешняя власть не имеет никаких прав внутри церкви а не те так так или иначе но вопрос переносился теперь на настоящую богословскую почву в него втягивался молчавший доселе в неведении о восточных делах запад медлить было невозможно ессивианам необходимо было ликвидировать Афанасия немедленно и в дело пущено было все их влияние на Констанция они избрали своего Александрийского епископа некоего Григория Кападокийского и потребовали от императора чтобы тот помог ему отнять Александрийскую церковь от незвоженного и осужденного Афанасия с этого момента союз Констанции с ессивианами становится открытым префекту Египта Филагрию другу Ария приказано было оказать Григорию всяческую помощь при известии о приближении его к городу народ бросился в церкви защищая их от еретика в дело вмешалась полиция начались безобразные сцены эвакуация церквей военной силы полиция искала Афанасия но ему удалось скрыться и 22 марта 339 года Григорий торжественно вступил в Александрию где началось форменное гонение на сторонников Афанасия евсивиане еще раз торжествовали но не такой был человек Афанасий чтобы уступить силе это был человек с железной энергией абсолютной верой в правоту своего дела и испытания в которых прошел весь жизненный путь великого Александрийского отца и учителя казалось только укрепляли его началась поистине эпическая борьба этого великана со всеми стихиями соединившимися против него скрывшись где-то поблизости от Александрии он разразился своим знаменитым окружным посланием которое современный историк назвал одной из самых патетических страниц церков церковь